друзья всех приветствую на предпоследний торговой сессии этой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал амаркетс оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставите лайки также традиционно напоминаю что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал амаркетс где каждый день мы размещаем большое количество аналитического контента это и новостные сводки и конкретные торговые рекомендации ну что ж сегодня мы подводим итоги вчерашнего очень важного дня для всех рынков потому что вчера вышел отчет по инфляции в сша очень важный индикатор состояния американской экономики который позволяет нам уточнить план инфидорезерва относительно дальнейших корректив в денежно-кредитной политики кроме того сегодня мы продолжаем констатировать ралли американского фондового рынка потому что бычий тренд не меняется остается устойчивым и это хорошая новость для тех кто покупал снг раньше когда я давал рекомендации много месяцев назад потому что у нас цель была довольно амбициозная мы хотели добраться до круглой цифры в 4 500 и сейчас котировки 4440 пунктов остается совсем немного ну ладно давайте обо всем по порядку прежде всего сегодня мы смотрим еще на несколько важных релизов которые коррелируют и связаны с рядом инвестор идей которые я ранее вам давал это темп экономического роста англии и кстати статистика будет опубликована совсем скоро в 9 00 по московскому времени в одно и то же время выйдут данные по ввп и по промышленному производству английской экономики я давал рекомендацию в отношении фунта все-таки его покупать с целями 1 40 и выше сейчас котировки 1 38 73 по прогнозу у нас ожидают довольно неплохие цифры это квартальная оценка и рост может составить 4 8 процента одно из самых лучших значений вообще за все время наблюдения за статистикой очень сильно разумеется показатель контрастирует с первым кварталом когда был зафиксирован спад на 16 процента ну оно и понятно в первом квартале английская экономика была под жесткими мерами ограничений сейчас эти карантин ограничения а по сути сняты и еще один сигнал либо признак того что у английская экономика продолжает восстанавливаться как я уже отметил снятие ограничений и прежде всего открытие границ для туристов а из ес и сша это точно будет способствовать оживлению туристической отрасли сферу слуха это поможет локальным авиакомпаниям и видно что именно открытие границ уже приносит свои положительные плоды потому что через аэропорт хитро в прошлом месяце прошло более полутора миллиона человек если сравнить с аналогичным периодом прошлого года то рост фактически на 100 процентов и я думаю что это только лишь начало не забывайте друзья что английский регулятор банк англии может оказаться в числе первых кто реально предпримет конкретные действия по серьезному ужесточению монетарной политики и росту процентных ставок конечно же рано или поздно это произойдет с каждым регулятор но я до сих пор года кто же это все-таки будет кто будет среди первых банк англии банк австралии банк канады либо резервный банк новой зеландии но у банк англии по-прежнему есть все водные для того чтобы также принять соответствующее решение может быть в числе первых двух-трех центральных банков поскольку хорошие статистики разумеется подтолкнет банк англии к этому решению я думаю что сегодня после выхода данных по ввп и потенциально неплохого отчета по промышленному производству мы сможем поспекулировать как раз на теме того что решение по ужесточению политики приближается это соответственно поддержка для фунта на евро я пока что стараюсь не распыляться потому что мы видим что динамика евро и фунт она очень похожи между собой и чтобы опять же не работать в двух активов с одной потенциальной тенденции давайте пока сфокусируемся на британсы доллар канаде цель 1.25 восстановление рынка нефти помогло канадскому доллару да и плюс после выхода данных по инфляции доллар просел поэтому ждем 1.24 100 пунктов остается до этой цели как я уже отметил американский фондовый рынок в одном шаге от нашей с вами цели поскольку темпы роста инфляции в сша замедлились это разумеется знак равно снижение вероятности ужесточения монетарной политики фельд резервом а значит сохранение в силе а стимулов база для дальнейшего роста американского фондового рынка индекс доллара скорректировался ниже 93 пунктов а 4 3 процента базовая инфляция в годовом выражении рост с 4 и 5 базовая инфляция является более качественным показателем потому что этот отчет не учитывает цены на продовольственные товары энергоносители которые по сути являются всегда очень волатильными то есть если вы хотите получить чистые органические показатели инфляции то базовое значение это самое то в месячном выражении замедления еще более значительный 0,3 процента роста с прошлого значения 0 9 в этой связи я снова напоминаю вам друзья то что фрс очень много раз подумает прежде чем принять решение даже о том чтобы анонсировать готовность к сворачиванию программы количественного смещения не обращайте внимание на отдельный комментарий представителей фрс решения принимаются единогласно и такой единой позиции пока что нет впереди джексон холл может быть там что-то будет более конкретное ясное и понятное а пока что статистика по инфляции ожидание того что августовские но он фарма кажется уже не такими хорошим потому что именно на вторую половину июля и августа пришелся вот сейчас и пик роста количество заболевших поэтому ковидная тема еще негативный фактор все это по крайней мере для меня являются аргументами чтобы сохранять короткую позицию по индексу доллара золото 1751 уже восстановились почти на 70 долларов с локальных минимумов пожалуйста данные по инфляции привели к тому что доллар снизился слабо американского лета поддержала котировки рынка драгоценных металлов дальше цель 1800 и выше и рынок нефти 71 50 рынок вчера отреагировал на новость о том что администрация байдена может оказать давление на страны опек плюс добиваясь увеличения добычи по идее если выйдет то страны опек плюс в конце концов могут согласовать дополнительный рост добычи это негативный фактор почему же рынок нефти не просил на этом я допускаю что в это в этой новости те кто сейчас работает с нефтью напротив увидели признаки того что текущий спрос гораздо выше предложения то есть и действия байдена его администрации будут направлены только лишь на то чтобы добавить на рынок больше нефти потому что того требует рост мировой экономики более высокие аппетиты прошлого решения роста производства на 400 тысяч баррелей судя по всему недостаточно я уже много раз говорил что действительно рост добычи на 2 миллиона баррелей до конца этого года это то что не поспеет за повышенными аппетитами со стороны ведущей экономики со стороны всей мировой экономики кроме того на стране покупателя нефти были данные по запасам запасы нефти и бензина снизились что также стала фактором роста есть и негативный момент который легко в любой момент может компенсировать указанный фундаментальный позитив это новое ограничение в китае который поставит основа вопроса именно над темой того насколько сильно может пострадать мировое экономическое восстановление пока у нас такое противоборство я считаю что в рынок нефти лучше не лезть друзья на этом собственно все хорошие торговой сессии всем пока